В Незер мы пойдем под конец, давайте дальше В Майнкрафте теперь появилось очень много новых звуков Сейчас я посмотрю свои настройки звука, проверю Опции Вот я сейчас сделал очень громкие звуки И просьба Да, немножко помолчать Я сейчас покажу, покажу нашим зрителям, как это звучит Это звук дерева Земли Мне не нравится, что портал так шумит Вот дерево Земля Песок, песок очень приятный звук Ну, это, по-моему, осталось тоже А, новый звук воды, плеск воды Теперь вы не услышите то, что ожидаете То есть, если вы с разбега в воду нырнете Раньше был такой всплеск Теперь звук более плавный, более простой И также очень много других звуков Там, новые звуки мобов Например, у коров очень клевый звук Где корова? Вот сейчас корова Давайте послушаем ее Сейчас у них еще новый звук есть Я его не слышу пока Но они делают так Ну да, так забавно Ну, у каждого свой звук, я напомню, в клиенте То есть, я не слышу то же самое, что слышите вы А мы слышим Вот, вот только что было А, тоже еще очень много Все еще можно толкаться, да? Ну, мобов, конечно, можно толкать Их всегда можно было толкать А, также, новый звук у паука Он же переберется через решетку У него замок Сейчас, давайте помолчим, послушаем Когда он ходит Послушайте звуки Рич, пройди немножко дальше, чтобы он на тебя агрится Не, ну за собой там поведи, например Слышали? Ну, такие Вот, да Очень отвратительный звук Блин Мне нравится, как тюна на это реагирует Как будто в первый раз всех их видит, каждый раз И новый звук лестницы Я сейчас опустил очень много звуков Я просто показываю те, которые Вспомню Да Блин Вот Это новые звуки Если вам интересны другие звуки Вы всегда можете посмотреть их на Википедии Почему-то не работает, кстати Попробую через таймсет Дэй Как-то вовсе не дэй, да? Что-то коктейль на день не похоже Ну, хватит всех лупить И, а, также появилась ведьма Еще Давайте пройдем к ведьме Вот, вы можете увидеть маяк Вот там, вот вдалеке Это я там пометил А, вот, да Я здесь Сделал себе напоминание Ведьма А, да А, также появились новые опции Осторожно Появились новые опции Flat World Где вы можете указать Из чего будет состоять Ну, сверх плоский мир Можете добавить туда модификаторы Можете То есть раньше Плоский мир создавался исключительно Четыре блока высотой Пятый блок внизу Это Бэдрок И из земли он состоял Все Теперь там много модификаторов То есть можно сделать плоский мир там Из Сэндстоун Из любого материала Добавить туда можно Разломы Можно Можно делать разные Ладно, дальше Не, просто, ну, я понял, да Я понял В общем, кому интересно Изменения Flat World Я считаю их очень хорошими И очень удобными Для тех, кто Тестирует различные Свои создания Креэшены какие-нибудь, да Смотри, как укоризненно Он на тебя смотрит Я на вас обоих смотрю А я-то че Смотри, ей стыдно Удочкой тебя сейчас Вот Все Морковкой по лицу Я просто жду пошлые комментарии После этой фразы Вот И Те люди оценят Насколько это все клево Новые опции мультиплеера Если вы зайдете в настройки Нажмете сейчас Escape И Option Зайдете Вы увидите, что появилась Новая графа Multiplayer Settings Новая кнопка Нажав на нее Вы сможете То есть сюда переместились Другие настройки Там настройки чата Там и так далее Здесь появилась Также новая Появилась новая настройка Show Cape То есть если у вас вдруг Есть плащ Вы можете Отключить или включить Его показ Вы можете Включить и отключить Цвета Но это еще было В 1.3.2 Добавлено Прозрачность чата Можете изменить Показывать или не показывать Ссылки Ну и так далее То есть показывать или не показывать Чат В том числе Ну и Wither Это новый босс Который Останется у нас сейчас На сладенькое Пойдемте к Ведьме Она же вроде как Не очень дружелюбный Моп Ну конечно Она же ведьма А ты тоже с этим мечом На дружелюбную Ты не похожа Так все Иди сюда Вот сейчас подойдешь И ударишь меня Нет, я тебя молочком укощу У-у-у Это мы вовремя подошли Я напомню Что в Дождь В биоме Да В биоме Пустыни Дождь никогда не идет И вот здесь Вот мы подбираемся Ведьма живет В болоте. Я надеюсь, вы оценили, как я хорошо подобрал еще и сид, биом, да, хороший? То есть у нас там и деревня есть рядышком, и ведьма. Ты просто великолепен. Поэтому для тех, кто интересуется, я вот сейчас показываю сид и координаты наши покажу. То есть вот здесь находится ведьма. Как до нее добраться? Сейчас я сделаю потише звуки. Да, тут дождик окрасил. И этот домик ведьмы, он генерируется случайным образом. То есть как бы я это ничего не строил. Теперь в болотах можно иногда найти дом ведьмы. Сейчас я ее покажу, как она выглядит. Сброси ее. А ведьма сбежала, кстати говоря. Так, сбежала, где она? Где она может быть? Вы можете зайти сюда и посмотреть, как выглядит внутри ее домик. Так. Вопрос, как забраться? Блоки ставить, например. Блин! Так, все отошли. Я сейчас вам все сделаю. А то вы полчаса будете строить тут. Особенно, если один в другого встал и что-то пытается простоять блоки. Молодцы! Класс. Я победил. Сарь горы. Прошу. Спасибо. Вот здесь у нее верстак, грибы в горшочке и колдрон. Как это по-русски будет, я не знаю. Котел. Котел. Для маленьких девочек. Да. И сама ведьма. Или мальчиков. Сама ведьма у нас куда-то сбежала, но это не беда. Пожалуйста. В общем, ведьма делает... Смотрите, вы убили ведьму. Ведьма делает каку. Да, ведьма, она не дерется прямым образом. Она кидается различными поушинами. То есть это поушин отравления, замедления, может быть, и так далее. И когда вы убиваете ведьму, она может... Из нее может выпасть различный лут. Ну, очень часто это выпадает различные также и поушины. Там поушин силы, да, там еще что-нибудь там. Или поушин... Или восстановление выпало. Вот, например, да. И она, естественно, не очень дружелюбная. Даже вовсе не дружелюбная. Я сейчас ее тут заспауниваю. Вы можете подойти, конечно, ближе. Можете не подходить. Расстояние у нее очень большое. Вот вы можете на примере Рича посмотреть. Ты ей не очень нравишься. Она похожа на какого-то китайца. Она его убила. Ой, я тебя слишком близко телепортировал, извини. Я вам что тут? Кто я вам здесь? А я еще и замедлился. То есть она может тебя замедлить и потом поушины всякие... Так, получай ты... Поушин оф харм, например. Получай ты китайоза. Все, да. Теперь, если ты отойдешь куда-нибудь подальше... Или я отойду, наверное, все-таки, потому что я его знаю. Сейчас я покажу нашим зрителям, как она выглядит. Я уже ее рассмотрел хорошенько. Да, выглядит она как житель деревни, но у нее такой прикольный колпак ведьминский. Фиолетовое одеяние с зелеными полосками. И такая бородавка на носу. Вот. Красавица достаточно. И, по-моему, она тебя заметила. Она на ускорении к тебе побежала. Ты что, одну и ту же создаешь все время? Тюна досмеялась. И, да, в принципе, ведьма очень легко уничтожается. Но если сделать вот так, я посмотрю на вас. А вот это... Тут сейчас война ведьм происходит. Тюна, у тебя есть гранаты? Осколочные. Я вообще... Где я? Где я? Мне нравится, как Тюна до сих пор не привыкла, что я могу вас телепортировать к себе. И беги сразу. Главное, беги, Форест. Все, это у нас район ведьм. Твою же... Обожаю админские привилегии. Так. Я тебя сейчас найду. Я тебя вычислю. Я знаю, где ты живешь. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ориентируйтесь по маяку. О, Тюна тоже уничтожила. Да, ты умерла, что ли? Нет. Я под воду спряталась. А, ну да. Они, по идее, под водой не будут с вами следовать. Рич, тут, если что, весь твой лут вот здесь находится. Ну и ведьмы тоже тут. Тут лучше ты. Я тебя сейчас замочу картошкой. Держи, мечи тебе с небес сейчас кину. Держи, 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 держи. Вот, кинул. Сзади тебя. Это... Их много. Ё-моё. Сейчас. Опять убили. Они себе опыт зарабатывают на мне. Да, типа того. О, Эндермен прилетел. Он решил помочь ведьмам. И тут зомби где-то ходят, слышно. Так, хватит меня к ним телепортировать. Дай побегаю спокойно. Я тебя телепортировал к твоим вещам. Забирай их, потому что они тебе понадобятся. Ведьма потеряла интерес, она уже ушла. А он ей. Ну, конечно. Они хитрые. Скинь мне один меч, который я тебе кидал. Все, пойду отомщу. Как вы могли атаковать моих друзей? Ай-яй-яй! Все, я вас спас. Видите, я хороший. Эндермен. Все равно, мне кажется, ты с ними заодно. Я с ними. Какой оперативный звук. Он пасть открыл. Он пасть открыл. Ну, так нечего ему в глаза смотреть. Что за ужас тут творится-то? I am Batman. Или Дракула. Кому как выгляди. Как нравится больше. Скорее Дракула. Я так понял, ты все показал. Почти. Теперь можно веселиться. Теперь можно идти к боссу. А у меня ничего нету. У меня ни брони, ни оружия. А ты думаешь, ты выживешь? Мы там не выживаем первые даже полминуты, поверь мне. Что может быть страшнее ведьмы? Босс. Давайте все-таки подготовимся. Так. Алмазный меч у Рича уже есть, да? Я так понял, вот я выкидываю. Теперь у меня есть. Две брони. Два шлема. Собирай. Две пары штанов. И две пары ботинок. Также, наверное, стоит кинуть... Собери шлем. Два лука. И... Четыре пака стреля я кинул. Все. Каждому по поровну. Ну и себя, наверное, приодену. Так, броня, штаны... А, у меня три стека стрел и... Ой, ой. Ну я скинул четыре, делитесь. Дай, 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 дай один. Ты мне... А, лук уже... Так. Один? Так. И себе тоже два стека стрел. Конечно, было бы неплохо. Не по-моему, даешь? То ли издевается, то ли на самом деле, да? Не поймешь ее. Все, я готов. Ю-ху! И... Сейчас я сделаю флинт. Та-дам! Ну, его можно, конечно, призвать и в этом мире. Может быть, мы это после этого... После пробы в Незере и сделаем. А, прежде чем приступить к этому, я, во-первых, выйду из креатив режима. Упс. Все. А, теперь мобы и различные предметы могут проходить через портал. Например, вот свинюшка, да? Угу. Толкни ее, да? Сейчас. Она должна... Че? Она должна отправиться в Незер, но почему-то она этого не делает. Она хочет жить! Хм. Хочу. Сейчас, может быть, надо подгрузить Незер. Очень быстрая теперь отправка в Незер. Почти мгновенная, никакой загрузки. Сейчас я тут зашел-вышел. Проверим. Че-то оно не проходит. Ну, заявлено, что теперь они могут проходить в портал. Там на той стороне кто-то есть? Я. Я и больше никого. Хм. Ну, что-то пока не работает. Давайте идем, ладно, в Незер. Уху. Тут прикольно. И чуть-чуть в отдалении вы можете увидеть... Сундучок. ...что-то. Оу. Это, опять же, я тут подготовил. Как вы помните, здесь можно встретить вот этих самых скелетов. Сейчас я расскажу немножко, для чего это все. А вот этих вот самых высоких скелетов, я их еще тут не встречал. Можно, конечно, полетать и поискать их. Тут третью голову ставишь, и он вот такой... И при убийстве, да, при их убийстве вы получаете головы, и если... Вот здесь используется соулсенд, песок душ. И если положить здесь... Нет, спасибо, не надо. Где выход? Где этот выход? Появляется выдр. Из сушики. Тюна. Ну, это твой выбор. Он может взорваться. Это твой выбор, да. Как только он появляется, он набирает силу, взрывается. И мгновенно начинает уничтожать все живое вокруг себя. Что-то я не вижу. Убить-то кого? У него очень крутые звуки. И его очень тяжело убить. Потому что он летает? Нет, потому что он регенерирует. Он регенерирует свое здоровье очень быстро. И чтобы его убить... Вроде бы регенерирует здоровье... Я тоже регенерирую здоровье. С этими головами, которыми плюется. Мне тоже сложно убить. Он, по сути, иссушает вас. И иногда он может на вас наложить проклятие и иссушение. Где вы будете терять свое здоровье. Будете очень сильно голодать. Блин, да отойдите вы. Я его убиваю, убиваю, а вы... А мы лечим? А мы что делаем? Ну и, понятное дело, на него лучше идти с поушинами регенерации здоровья, восстановления здоровья, с золотыми яблоками и так далее. Да что? Блин, его еще не достанешь. Это очень сложный босс. И призывается он, ну, только вручную. И все. О, Ромона убили. Э, кто в меня стреляет? Отгадай. Нет, это ты стрелами стрелял сейчас. Как у вас там процесс? Рамон, ты скорее Дракула, чем Бэтмен все же. Меня побил какой-то босс. Нету беден. Какой-то. Да что? Класс. Я хочу обратно. Я хочу... Блин. А я бегаю, и тут спокойно, зеленая травка. И он закрыл портал, да, я смотрю? Да. Ё-моё. Вот такой вот боссик новый. Ну и, понятно, убивать его нужно. Наши зрители, я надеюсь, знают для чего. Я раньше это рассказывал, и я теперь проверяю их память. А память у наших зрителей обычно не очень хорошая. Нет, не очень хорошая у нас, а зрители-то как раз все помнят. Нет, зрители обычно каждую серию один и тот же вопрос задают. А-а-а, Рамон выложит сборку. Да, типа того. Вот, и если... Вы где там все? Я не знаю, меня уже тюнел лупит каким-то цветочком. Давайте пройдем в деревню. Вот сюда. У нас тут жители остались, я надеюсь, еще. Чё-то не видать пока зрители. 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 Зрители и жителей. А где ты, Рамон? И говорю, в деревню. А, вон. Ну да, у нас тут есть жильцы. Ну и понятно, теперь у вас появляется репутация при торговле с... Может... Не, ну надо было. Что? Пойди посмотри. А-а-а, ты... Привет. А-а-а, какие ужасные звуки. И теперь вот этот негодяй будет летать по всему... По всей Майнкрафте и уничтожать все живое, что встретит на своем пути. Это предостережение нашим зрителям, чтобы они не спаунили Уидера в верхнем мире. Тем временем, пока монстр уничтожает Тюну, я покажу... Я покажу, что вот морковка здесь. Или... А, нет, это картошка здесь растет. Тебе принести морковку? Ну и этот моб, в общем, этот босс уничтожает очень конкретно все вокруг. Все, полетел. Коров будет бить, всех будет бить. Все живое. Это как ковровая бомбардировка на палмах. Нет, он будет бить все живое. Кто на живой? Криперов? Он будет бить? Сейчас я приманю его на твои механизмы. Все, прячьтесь под землю, там он вас точно не увидит. Жесть началась вообще. Ну, в общем, вот такой вот он, Pretty Scary Halloween Update. Я попробую его убить, кстати, этого босса. Ну, попробуем. Я даже не знаю, с какой игрой это сравнить. Ой. У меня аж нож зачесался. Майнкрафт теперь еще тот шутер. Это будет жесткий троллинг, если так в верхнем мире. Ну да. Слушителям. Все, по идее, я вам должен был гейммод включить. Можете крафтить себе мечи и летать вместе со мной за этим негодяем. Но он очень быстро, быстро убегает. Мне нравятся его звуки. А, да, еще звуки поменялись у Эндер Драгона. К тому же. Теперь он хлопает крыльями. Что ты меня сбегаешь? Теперь Эндер Драгон хлопает крыльями. И у него интересные звуки, когда по нему попадаешь. А ты знаешь, больше на такое... Мы уже выше облаков с ним. Что, что это больше? На расстроенное фортепьяно, похоже. Вообще, куда под небеса, то с ним вы ушли. О, он красный загорелся. Началась регенерация у него. Теперь его нужно быстро бить. Когда у него хп меньше половины, он очень быстро регенерирует. Все, я его убил. А что с него ничего не выпало? Не знаю. Из него выпал опыт. Опыт? Да. А звезда из него не выпала. Видимо, не всегда падает. Еще и кто-то. Нормально. Ну, я думаю, это все подправит. То есть это обновление только-только вышло. А нет, вот звезда чего. Вот валяется. О, выпала звезда. И из этой звезды теперь можно сделать маяк. Ну вот. В общем, теперь уже точно все. Вот такое вот обновление. Pretty scary update. Halloween update. Minecraft 1.4.2. Че? Со мной была Тюна. Пока всем. Удачи. Рич Маквуд. Это я. Пока, ребята. Меня зовут Эмджи Рамон, и мы здесь закончили. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует...